86% детей и родителей довольны качеством школьного питания. Эти результаты общероссийского мониторинга у некоторых местных специалистов сегодня вызвали ироничную улыбку. Готовить на установленные в день 30 рублей, да еще так, чтобы нравилось всем, задача, если не фантастическая, это очень сложная. А чем же бывают недовольны посетители школьных столовых, по данным все того же мониторинга? Не всем, как прозвучало сегодня на заседании, нравится школьное меню, но у специалистов здесь есть свои но. Дело в том, что дома дети едят много вредной еды, например майонеза, а в школе этого не дают, и это не всем нравится. Еще одна выявленная в ходе опроса проблема очереди в столовой. Как прозвучало сегодня, над этим в Череповце работают. На сегодняшний день уже разработан договор с организацией, которая реализует у нас программу «Дорога в школу». Это речь идет о электронной столовой. То есть сейчас в экспериментальном порядке будут установлены терминалы, когда детям будут выдаваться карточки и питание уже будет по электронной карте осуществляться. То есть мы эту работу начали и надеюсь, что у нас все здесь сложится при помощи родителей. Качество школьного питания призван улучшить и Центр социального питания, открывшийся в сентябре. В декабре в старом здании должен завершиться ремонт. Тогда здесь установят новенькое оборудование, приобретенное по федеральной программе. Начнут готовить полуфабрикаты. Овощные, то есть чищенный картофель в вакуумной упаковке. Будут котлеты полуфабрикаты из мяса, мясо птицы, из рыбы. Затем полуфабрикаты гулешей, бифстроганов. То есть нарезка будет полностью произведена. Несмотря на ремонт, Центр социального питания уже работает. Качество работы успели оценить и руководители образовательных учреждений. Монополия – это плохо? Это не всегда плохо. Тем более, что когда касается вопрос таких вещей, тонких, как питание детей, понимаете, когда есть некий один орган, который за все это отвечает, одна организация, это безусловно лучше. Еще совсем недавно перед властями стояла серьезная проблема. Предприниматели, которые кормили детей, часто экономили на продуктах. Позволял снижать цены федеральный закон. Столкнувшись с этой ситуацией, власти начали искать из нее выход. И нашли. Новое, хорошо забытое, старое. Комбинат школьного питания по нынешнему – Центр социального питания. Нынче все продукты закупаются централизованно, проходит строгий контроль. Правда, суммы, которые выделяются на завтраки и обеды, все так же малы. Что ж, как показывает практика, родители готовы доплачивать, чтобы дети были и вправду сыты и довольны.